Культура сортировки и переработки бытовых отходов в Украине оставляет желать лучшего. Ежедневно украинцы выбрасывают около 20 миллионов пластиковых бутылок. Но есть люди, которые пытаются делать мир чище. Так на улице Пушкинской вторую жизнь дарят пластиковым крышечкам. Здесь в рамках экологического проекта открыли пункт приема пластика. На примере тех же крышечек, если их выбросить на свалку, то это горы отходов. И эти крышечки будут разлагаться сотни лет. И то, как их много, можно увидеть по тому, сколько было собрано. И это приносили, может быть, по несколько человек в день, эти крышечки. Мы собираем крышечки сейчас на эко-маршруте. Ну и вот у Максима в волне. Потом они отправляются, в основном в своей массе, они отправляются на перерабатывающие предприятия. Это не какой-то государственный завод. У нас действительно заводов нет, но у нас есть частные предприятия, небольшие цеха, в которых это все перерабатывается. Вот туда мы и направляем. Они эти крышечки измельчают в такие хлопья, переплавляют в гранулы. И потом их уже используют как вторичный материал для того, чтобы что-то делать. В баре на Пушкинской, 19, принимают только полиэтилен высокой плотности. В основном его используют для производства бутылок и пакетов для молока и воды. На них можно увидеть вот такую маркировку. Директор заведения говорит, за месяц уже успели собрать 15 килограммов крышечек. И напоминают, каждая из них разлагается в природе не менее чем за 100 лет. Мы считаем, что бизнес должен быть социальным. То, естественно, с радостью согласились им помочь. Приносят, я так понимаю, что это люди, которые живут в округе, которым больше некуда их нести. Они их собирали, собирали. Говорят, что наконец-то она весь куда их деть, чтобы не укидывать на мусорку. Это HDPE-2. В основном он у нас применяется в хозяйстве. Это обычные крышечки от пластиковых бутылок, от воды, которую мы привыкли пить постоянно. Это от многих таблеток и витамин, пластиковые коробочки, баночки. И это в хозяйстве от моющих средств, которые применяются. Там все эти галы, распространенные, известные. То есть это самое основное, что мы можем встретить. Сдавать пластик нужно в чистом виде, особенно тару из подмолочной продукции. В будущем, казалось бы, никому не нужные крышечки перерабатывают в Одесской мастерской в рамках проекта «Драгоценный пластик». Из обычных крышек можно сделать все, что прикажет фантазия. Скамейку, мебельную фурнитуру и даже скейтборд. В Украине из пластиковых бутылок производят даже синтепон для теплых курток. Если крышечки выбрасывать неохота, то можно их использовать иначе. К примеру, украсить свой забор такими яркими мультперсонажами. Автор этих работ признается, что вдохновилась рисунками с детского журнала «Майнкрафт». На одного такого персонажа уходит примерно 500 крышечек. Мы начали собирать крышечки, вернее, мой сын с бабулей. Для школы, то есть был пару лет назад, для воиновата крышечки. Ну, сдали в школу, потом продолжали собирать, собирать. И как-то так оно прошло, все. Куда их девать, было неизвестно. Уже сумка с этими крышечками. Ну, потом как-то с ребенком пересматривала журнал «Майнкрафт». И там в клеточках все как-то сделано. И вот такая пришла идея. Ирина работает учителем географии. И на уроках ей неоднократно приходится показывать мусорные пятна в океанах, размером с острова. Поэтому выбрасывать пластиковые крышки просто руки не поднимаются. Первые работы появились еще летом. Создание такой мозаики требует немало времени и усидчивости. Шедевр сначала рождается в тетрадке. Крышечек, поэтому мы сделали немножко ее поменьше. Да, другую, видите. На уточку тоже такую очень много надо было крышек. Мы тоже немножко переделала. Вот, потом помыть их обязательно надо. В одной воде, во второй воде высушить. Ну, это летом здесь вот во дворе. Потом делать дырочки такие, вот видите, на проволочку. И потом вдвоем с мужем. Я с той стороны, он с этой крутит. Экосознательные одесситы говорят, что ничего сложного в сортировке бытовых отходов нет. Для этого достаточно поставить дома несколько картонных коробок для бумаги, пластика и металла. Многие люди относятся к этому так. Ну, чего я буду там заниматься мусором, рыться в мусоре. Хотя на самом деле, если все это грамотно организовать, то дома можно спокойно разделять большинство видов отходов. И само мусорное ведро, если мусор разделять, то само мусорное ведро с просто мусором, оно будет намного меньше, его количество будет намного меньше. Как-то отделять для начала бумагу, потом пластик, кулечки. Это три составляющие, которые можно легко. Так же само металл. Но с металлом тут тоже надо людей немножко обучить, как поступать. Потому что кажется, что металл вроде как не собирается, там, допустим, в квартире или в доме. Но все равно есть различные жестяные банки от консервации. И еще много таких мелких штучек, которые вроде незаметны. Но так же само набивают мусорное ведро. В Одессе разработан эко-маршрут, который по заданным точкам собирает пластиковые отходы. Все, что требуется от Одессита, это накопить и принести по адресу. Собранное авторсырье передается заготовителям. И затем оно попадает на различные предприятия. Эко-маршрут – это регулярный выезд нашей машины, которая как мобильный пункт приема авторсырья. Мы объезжаем район по заранее объявленным точкам в объявленное время. И люди приносят туда то, что они отсортировали и хотят сдать на переработку. И потому, насколько много людей приносят, и насколько много сырья они приносят, видно, что, во-первых, это очень востребованное для них предложение. Во-вторых, то, что они действительно прямо накапливают. Ну, то есть, когда человек приносит мешок или два мешка каких-то бутылок, ну, понятно, что он где-то выделил место для этого, где-то вот это все собирает. И это показывает то, что я считаю, у нас, в нашей стране, в нашем городе, можно очень успешно внедрить раздельный сбор мусора. Пластиковые пакеты, которых почти в каждом доме вагон и тележка, принимают и некоторые одесские химчистки. А вот с одноразовой посудой проблема – ее в Украине никак не переработать. Вообще, переработкой пластиковых отходов занимаются только частные предприятия или же общественные организации. На государственном уровне эта проблема пока никак не решается. У нас в Украине промышленно не перерабатываются такие материалы, как полистирол и полипропилен. Полистирол – это вся одноразовая посуда, которая у нас есть. Полипропилен – это тоже очень много упаковок от бытовой химии, от йогуртов, плюс стаканчики обычные пластиковые – это тоже полипропилен. К сожалению, эти вещи вообще не перерабатываются. Даже если есть желание что-то с ними сделать, то нет возможности. Тут, с одной стороны, надо украинским властям что-то делать, как-то мотивировать бизнес, открывать перерабатывающие комплексы. А с другой стороны, надо людям задумываться, что одноразовая посуда не надо ей пользоваться. Это временное какое-то, минутное удобство, потом имеет большие последствия для природы, для экологии. Чтобы меньше пришлось сортировать пластика, лучше ограничивать его использование. К примеру, меньше брать пластиковых пакетов в супермаркете. Обязательный штрих-код, например, можно наклеить на овощи и фрукты. А все продукты упаковывают в симпатичные и прочные эко-сумки. Их цена намного ниже той, которую нам придется заплатить за уничтоженную экологию. Светлана Довжук, Игорь Лапчевский, телеканал «Репортер». Светлана Довжук, Игорь Лапчевский, телеканал «Репортер».